Здравствуйте! В эфире вечерние новости. В студии работает Талшин Шекард Хансурда, перевод Жанар Кишкентаевой. Для начала, коротко о главном. За истекший период 2021 года в Восточно-Казахстанской области выявлено более 80 коррупционных правонарушений, в том числе 60 тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений. Молодежный театр Дарихай принял участие на Республиканском театральном фестивале «Сон Шенбосы». В масштабном фестивале актеры заняли призовое третье место. В Казахстане много национальных видов спорта, которые передаются по наследству из поколения в поколение. Среди них особое место занимает конный спорт. В Восточном Казахстане активно реализуется комплексная программа поддержки социально незащищенных слоев населения. В первую очередь это касается многодетных и малообеспеченных семей. Глава региона Даниил Ахметов в своих выступлениях неоднократно отмечал, что в Восточном Казахстане удалось в разы снизить количество очередников на квартиры за счет увеличения количества строящегося и вводимого в эксплуатацию жилья. Отметим, что только в прошлом году ключи от собственных квартир и домов получили более тысячи малообеспеченных и многодетных матерей. К концу 2021 года этот показатель составит 1125 семей. В настоящее время по области в эксплуатацию сдано 74 многоквартирных и 204 одноэтажных дома. Это 519 тысяч квадратных метров жилья или 4900 квартир. Успешным проектом жилищного строительства стал микрорайон Харагайло в городе Семей, где квартиры получили более 200 семей из социально уязвимых категорий населения. Также жилье для многодетных строят и в Усть-Каменогорске. А в районах области малообеспеченные и многодетные мамы получают не просто квартиры, а собственные дома с приусадебными участками, где можно содержать домашний скот и посадить огород. К 2022 году планируется полностью ликвидировать очередность на жилье именно этой социальной категории. Финансирование строительства жилья для многодетных идет сразу из нескольких источников. На средства государственного жилого фонда, вне бюджетных средств и на деньги спонсоров. Сейчас ведется активная работа по ипотечному кредитованию в рамках проекта БАКТ от ПАСЭ. К слову, несмотря на пандемию, прошедший 2020 год стал рекордным по количеству жилья, предоставленного многодетным семьям. Однако власти региона не собираются останавливаться на достигнутых результатах. Отметим, что до начала реализации комплексной программы в год жилье получали около 100-150 семей. Сейчас этот показатель вырос практически в 10 раз. Поэтому можно с уверенностью говорить, что буквально в течение ближайших лет в регионе не останется многодетных семей, не обеспеченных собственным жильем. За истекший период 2021 года в Восточно-Казахстанской области выявлено 81 коррупционное правонарушение, в том числе 60 тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений. Основная часть зарегистрированных преступлений были в отношении получения и дачи взятки, а также хищения бюджетных средств. Об этом в ходе встречи представителями общественности города с семьей рассказали представители областного департамента антикоррупционной службы. Представители антикоррупционной службы специально приехали в семей для встречи с общественностью города и для проведения различных мероприятий с целью профилактики коррупционных правонарушений. Говоря об итогах работы за 9 месяцев, сотрудники ведомства отметили, что в рамках оперативно-следственных мероприятий в Восточном регионе было выявлено более 80 фактов нарушения закона о коррупции, в том числе взятничества и хищения бюджетных средств. У нас есть оперативно-следственные подразделения, которые занимаются непосредственно выявлением и расследованием фактов коррупции. За стихший период 2021 года выявлено 93 преступления, из них 81 – коррупционные. Особо тяжких и тяжких коррупционных преступлений совершено 60. Количество вовлеченных лиц в коррупцию – 64. Сумма установленного ущерба составляет 812 миллионов тенге. Встреча с общественностью Семея проходила в открытом формате. Обсуждались не только итоги деятельности антикоррупционного ведомства и перспективные планы работы. Также были рассмотрены вопросы снижения коррупционных рисков в различных сферах жизнедеятельности. Кроме того, по мнению общественников Семея, антикоррупционному департаменту необходимо проводить мониторинг социальных сетей, в которых жители области публикуют обращения, связанные с коррупционными правонарушениями. Не остался без внимания и процесс проведения государственных закупок, прозрачность которых вроде бы и обеспечивает недопущение коррупционных схем, но в реальности желающие незаконно обогатиться находят способы. Во-первых, по госзакупкам. Это одно из самых серьезных, так сказать, колондайков по распространению коррупции. О том, что идет откат суммы, всем известно, от 5 до 30%. А если такие огромные суммы идут, да, миллиарда, исчисляют, представляете, откуда у нас коррупционные берутся? Понимаете? Все называют, это ведет в карман организаторам госзакупок. В беседе с семичанами представители областного департамента антикоррупционной службы обсудили еще ряд актуальных вопросов борьбы с этим социальным злом, которое способно затормозить развитие любого государства. Также представители антикоррупционного ведомства отметили, что на сегодняшний день по региону работает всего около 100 сотрудников. И на данный момент идет набор молодых специалистов, готовых служить обществу и родной стране. В настоящее время проходит конкурс, потенциальный отбор в ряды сотрудников антикоррупционной службы. Мы просим всех принять активное участие. Там есть некоторые требования, которые размещены на нашем сайте. В завершение встречи представители антикоррупционной службы призвали все гражданское сообщество принять активное участие в борьбе с коррупцией и тем самым внести свой вклад в дальнейшее становление суверенного Казахстана. Сама Цикенов, Диана Толеу, Ельжан Макзумов, Телеканал Семей. Аким города Бахаджан Баяхметов поручил провести работы по благоустройству дворов по улице Галета. В настоящее время подрядная компания Шехасапа проводит обустройство и ремонтные работы во дворах домов номер 40, номер 42 и номер 44. Накопленный за десятилетия мусор становится причиной разрушения поверхности дорог. А в весенний период и после обильных дождей на этих участках образуются огромные ямы. На сегодняшний день по инициативе Акима города на этих улицах начаты ремонтные работы. Сейчас семейчане ожидают их скорейшего завершения и надеются на хорошие результаты. А вот сейчас начали делать, ну месяц уже делают, ну вроде делают. Вот доживем, если мы до этого времени, увидим нашу красоту. И тогда уже будем спасибо говорить. Когда они закончат, мы сможем увидеть, что получилось. Главное, чтобы закончили до выпадения снега. Здесь будут играть наши дети, наши внуки и правнуки. Благодарим Акима за то, что взялись за благоустройство. Сейчас идет ремонт. Мы очень рады. Надеюсь, что дети будут с удовольствием играть в этом дворе. Все очень обрадовались, когда начали строить. Большое спасибо администрации города. Я думаю, что скоро в семье будет еще лучше и наш город будет процветать. С начала ремонтных работ со дворов было вывезено около 50-60 машин мусора. На данный момент ведутся работы по установке бордюров и укладке брусчатки. Отдельная бригада строителей заливает бетонный фундамент под спортивные и детские площадки. Для отдыха местных жителей устанавливают крытые беседки со столами и скамейками. Также предусмотрены специальные площадки для бытовых нужд. Завершится благоустройство дворов, посадка деревьев и установка освещения. Всего будет высажено 20 штук елей и тополей. В рамках данной программы предусмотрена полная комплексная работа по дворовой территории. Это начиная с асфальтового покрытия до установки детской площадки. Это асфальтовое покрытие, установка детских площадок, спортивных площадок, площадок для взрослых. Посадка деревьев, установка освещения на территории дворовой территории. Бахшан Баяхметов поручил ускорить темпы работ. В настоящее время к реализации проекта привлечена дополнительная бригада из 10 специалистов. В связи с погодными условиями ремонтные работы планируется завершить в ноябре текущего года. В текущем году, принимая во внимание жалобы горожан, в ряде улиц проводятся ремонтные работы. Приоритеты даются тем дорогам, которые с годами не ремонтировались. В настоящий момент проводятся работы по укладке песчаногравийной смесью в нескольких улицах города. На сегодняшний день продолжаются работы по профилированию на улицах города с отсыпкой щемнем и укладкой песчаногравийной смесью. Сейчас вы видите улицы Алтайская и Косаново. Местные жители отмечают, что каждый год весной дороги здесь топит талая вода. Однако ремонтные работы этих улиц были начаты только в этом году. В основном весной нас только топит. А вот сейчас прям хорошо сделают. Надеемся, что будет нормально. Хотелось бы, чтобы еще асфальт проложили. Потому что это грязь. Как дождь, так грязь в дом идет. А вот сейчас думаем, что может наладиться. Мы жители улицы Алтайской, Косаново. Мы рады, что в нашем районе стали делать, скорее всего, асфальтированная дорога будет. Сейчас заливают здесь гранитом, брусчатку делают. И давно не было в этом крае. Постоянно будет лужи, грязь. Так что мы рады. Улица Алтайская будет отремонтирована от пересечения с улицей Морозова до пересечения с улицей Матеша. После завершения работ по выравниванию в следующем году здесь будет проложен асфальт. В целом работы по ремонту дорог ведутся активно. На сегодняшний день ведутся работы по профилированию с подсыпкой щебнем по улицам города Семей. Наиболее проблемные участки дорог города в настоящий момент отсыпаются. На сегодняшний день подрядчикам область Шегизжол выполнено порядка 35 улиц города по засыпке щебнем, а также профилировкой и укаткой катком. Средства, выделенные на градирование с подсыпкой щебнем, порядка 200 миллионов. Работы по восстановлению дорог будут вестись и в 2022 году и продолжатся до 2025 года. При этом с учетом жалоб жителей города будет расширен перечень улиц, которые будут ремонтироваться. Айнур Касым, Кайратко Жахметов, телеканал Семей. В апреле 2008 года неподалеку от трассы Ягуйс-Караганда был обнаружен труп 35-летней жительницы Ягуйского района с признаками насильственной смерти. В первоначальной следственной действии результатов по раскрытию данного особо тяжкого преступления не дали установить личность преступника. Не удалось, несмотря на следственные действия, не прекращались. В октябре текущего года сотрудниками департамента полиции вышли на след подозреваемого. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была задержана 51-летняя жительница города Риддер, которая после предъявления ей собранных доказательств сразу же призналась в совершении данного преступления. Причиной, за которой она совершила убийство, стала ревность. Как показалось, подозреваемая потерпевшая слишком много уделяла внимания ее мужчине. По словам заместителя начальника департамента полиции Восточно-Казахстанской области Талгата Шаяхметова, подозреваемая санкции суда взята под стражу. Досудебное расследование в отношении ее продолжается. В случае признания ее виновной, ей может быть назначено наказание до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы. Молодежный театр «Даригай» принял участие на Республиканском театральном фестивале «Сан Шенболсен» имени Ашербека Сгая, где выступили со спектаклем «Гажай-трагедия» по роману Мухтара Ауэзова «Абай» и заняли призовое третье место. Подробности в следующем видеоматериале. В Караганде стартовал первый республиканский театральный фестиваль «Сан Шенболсен». Его посвятили имени выдающегося театрального критика, заслуженного деятеля Казахстана Ашербека Сгая. В фестивале участвовали 15 театров из разных областей. Среди них были и актеры молодежного театра «Даригай», которые заняли призовое третье место. Для нас является большим достижением и радостью занять третье место в таком масштабном театральном фестивале. Сколько наших земляков, сколько зрителей, которые держали кулаки за нас. И мы очень рады, что оправдываем их надежды. Это большая честь для нас. Особенности всех поставленных спектаклей – их недавние премьеры и молодые режиссеры. Еще одна особенность этого фестиваля, как отмечает Назир Аптеева, заключается в том, разнообразное – от классики до современных драм. Многие спектакли сейчас выходят в новом формате жанры. Нету никаких определенных ограничений правил. Говорят, в последующие годы будут проводиться много фестивалей подобного масштаба. И мы планируем принимать участие по возможности в каждом из них. Стоит отметить, спектакли оценили компетентное жюри во главе с заслуженным деятелем Республики Казахстан профессором Ерканом Жуаспековым. Основной критерий фестиваля – в соответствии девизу «Сан Шенбос». Всего на этом фестивале было четыре спектакля, посвященных Абаю, и поэтому были некоторые волнения. Но тем не менее, благодаря особенностям постановки и инсценировки, мы заняли третье призовое место. В жизни кочевого казахского народа лошадь занимает особое место. Многие наши традиции и национальные игры связаны с этими животными. Сейчас это широко пропагандируется как национальный конный спорт. Следующий видеоматериал будет о развитии конного спорта. В Казахстане много национальных видов спорта, которые передаются из поколения в поколение. Среди них особое место занимает конный спорт. К счастью, сегодня конный спорт приобретает массовый характер. В областной специализированной детско-юношеской спортивной школе номер один имени Жаксылыков, Кошкин первого в семье. Ребята осваивают такие виды спорта, как кокпар, байге, аудраспах, тингеалу. Ребенка следует приучать к конному спорту с более раннего возраста, к примеру, с 7-8 лет, можно и раньше. Под присмотром взрослых маленькие дети могут сидеть на лошади, крепко держать за седло и за гриву. И по весу все идеально подходит. Вес детей не бывает одинаковым, но тем не менее. Теперь отправляем крупных по весу детей в кокпар, а детей с небольшим весом для участия в байге. Вот будем готовиться. Здесь около 60 детей учатся замы навыкам конного спорта. В их числе те, кто выступал на различных соревнованиях и побеждал. Осет Капанов пришел в конно-спортивный кружок в возрасте 6 лет. Молодой всадник, который идет по стопам предков в нескольких крупных соревнованиях, показал хорошие результаты. У казахов есть очень много пословиц и поговорок про это особенное животное. Мы следуем за нашими предками, занимаемся конным спортом. Честно, я не могу жить без лошади. Этот вид спорта, можно сказать, как ключ к здоровью. Регулярная езда на лошади способствует избавлению от лишнего веса, закаливает мышцы и улучшает кровообращение. В современной медицине детей с отклонениями и в здоровье лечат методом верховой езды. По словам Кумархана Капанова, достоинства конного вида спорта начинают понимать и сегодняшнее поколение. Потому что сейчас растет число тех, кто интересуется верховой ездой. Сейчас у нас очень много молодежи. А ведь это частные конюшни, которых стало больше не только в городе, но и в ЭКО. В поселке Озерки около 15 конюшен. У нас много ребят, которые держат хороших породистых лошадей. Здесь уже подготовлены дети, ходят в конюшни и участвуют в бойге. Неудивительно, что многие народы почитали лошадь как священное животное. Лошади как символ один из самых распространенных образов в искусстве. Красота, мощь и грация благородных животных, самообладание и точность движения всадников. Все это захватывает дух. Конный спорт прекрасно развивает детей физически, способствует психологическому спокойствию, воспитывает моральные ценности. Это были все новости к этому часу. Наши другие новости вы также можете увидеть на сайте семей.тв.ткз. Всего доброго!